МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Объект внимания», подготовленный совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Выбор темы сегодняшней программы вполне очевиден в эти майские дни. Будем говорить о нашей великой победе. И о том, какой ценой далась эта победа. А в качестве эпиграфа используем вот эту фотографию из архива Алексея Фоменко. На ней призывники 20-21 года рождения. Это те самые пацаны, которые встретили 41-й год в окопах. Многие из них погибли, многие пропали без вести. Как мы сохраним память об этих людях? Об этом будем говорить на телеканале «Новый век» через несколько секунд. Не переключайтесь. 67 лет спустя. Как орден славы третьей степени нашел своего героя в Бондарском районе? Исполнило обещание. Как пенсионерка из Тамбова искала своего деда по обрывкам похоронки? Семейная династия. Крестница Александра о судьбе Крестного, пропавшего без вести воздушного стрелка Александра Ухмылина. Наши гости, наши эксперты уже собрались в белый гостиной «Новый век», и я с удовольствием их представлю вам. Напротив меня Михаил Павлович Юмашев, председатель комитета Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы, член общественной палаты. Здравствуйте, Михаил Павлович. Добрый день. По левую руку от товарища полковника, хотя в штатском, но мы понимаем прекрасно, что в данном случае это не столь принципиально. Ольга Викторовна Кривенцова, внучка погибшего в годы Великой Отечественной войны, старшего сержанта Григория Карповича Алексеева. Здравствуйте. Здравствуйте. И по правую руку от меня тоже мой коллега по общественной палате, член Совета общественной палаты Михаил Прудников. И сегодня Михаил Михайлович присутствует не только как член общественной палаты, но вот я в шпаргалку посмотрю, как руководитель всероссийского проекта «Наша общая победа» по Тамбовской области. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый день. Друзья мои, спасибо, что пришли. Вчера отгромыхал самый главный праздник года, День Победы. Сегодня мы ведем разговор, конечно же, о событиях, связанных с войной и с увековечением памяти наших воинов. У нас программа строится так, мы смотрим обычно сюжет, а затем в нашей студии обсуждаем. Итак, внимание на экран. Война. Эти пять букв несут за собой море крови, слез, страданий, но самое главное – смерть миллионов людей. Трудно найти в современной России семью, которая бы обошла стороной Великая Отечественная война. И несмотря на то, что прошло почти 70 лет, память о той войне каждый год оживает. 9 мая. Оживает в слезах ветеранов, которые прошли такое испытание и выжили. В бесконечных списках с фамилиями погибших на мемориальных плитах, но еще длиннее список пропавших без вести. Ведь спустя больше полувека после победы над немецко-фашистской армией останки советских солдат не найдены до сих пор. Более 30 лет в преддверии 9 мая Татьяна Ивановна Назарова ходит на Воздвиженское кладбище. Несмотря на то, что из близких родственников здесь никто не покоится, каждый год перед Днем Победы женщины приходят сюда, чтобы еще раз поподробнее перечитать более 6 тысяч фамилий на гранитной плите. Я его искала. Я искала плиту от буквы П. А вдруг кто-то ошибся и занес его, ну, например, в плиту, где все на М, все на Л. Но нет, никто не ошибся. Все было правильно. Мой дед здесь не числился. Вот уже 30 лет нет мне покоя, признается женщина. Именно столько лет назад, перед смертью, мама Татьяны Ивановны Клавдия попросила свою дочь исполнить ее последнее желание. Все дело в том, что в далеком августе 42-го в Тамбове на улицу Мичуринскую пришла похоронка. В ней сообщалось, что красноармеец Пчелинцев Петр Михайлович погиб. Именно тогда юная 15-летняя санитарочка Клава вернулась с дежурства из госпиталя и увидела разорванную мамой похоронку на полу. Тогда же в 42-м санитарка Клава, мама Татьяны Ивановны Назаровой, дала себе слово найти место гибели своего отца. Да все было, да, в момент его ухода на фронт. То есть красноармеец Пчелинцев Петр Михайлович, город Тамбов, убит 21 августа 42-го года. А у меня она была в клочках вся рватая, понимаешь, Настя? Да, вот она, Палавский. Вот она, ошибка была, она твердила Палавский. Она ей вот, говорит, ребенок собирал эти клочки, сам слезами обрываясь, папа погиб, а мама порвала. Однажды зимним утром Владимир Бочаров обнаружил в своем почтовом ящике письмо. Письмо от дочери Любы из Полтавы. И вроде бы обычное дело, да вот только сообщалось в послании о важных вещах. Оказывается, Владимиру Алексеевичу, ветерану Великой Отечественной войны, в далеком 45-м была присвоена награда Орден Славы Третьей Степени. Там не думаешь о наградах. Я их получал тоже, они отставали от нас. Так, награжден, награжден, а получал ее уже после войны. Я и не знал, что о нас пишут в газете, о нашей батарее. Я прошел пешком, как говорится, вот этой батареей, вот, Ржев, Великие Луки, Смоленщина, Белоруссия, Лачи, Литву. Своими достижениями и боевыми подвигами ветеран хвалиться не любит. Парадный пиджак с наградами достает редко. Здесь и медали за отвагу, за боевые заслуги, Орден Красной Звезды. Вот, великолад стал. А в это время уже дома Татьяна Ивановна Назарова откроет коробку с семейными фотографиями. Вот ее мама, в военные годы санитарочка Клава. И опять Татьяна Ивановна вспомнит данное обещание. Ведь всю свою жизнь ее мама посвятила поискам пропавшего без вести отца. Помогая раненым солдатам, она верила, что где-то помогут и ее отцу. Она работала в госпитале с санитарочкой. И по ночам она говорит, мы хоронили этих раненых, умерших от ран солдатиков. Она говорит, что я их очень помню. Я даже пофамильно могу их вспомнить, написанных. То есть мы ходили на 9 мая к чужим людям. Но они не были чужими, потому что она всегда твердила. И к моему папе тоже кто-то придет. И я клала эти свои цветочки, бегала по этим плитам. Но пару лет назад, когда Татьяна Ивановна вышла на пенсию, у нее выдалась возможность начать самостоятельные поиски своего деда. Она писала и лично приезжала в военкоматы Ленинградской области и конкретно в Павловский район. Ведь ее мама запомнила именно его на разорванной похоронке. Но найти деда получилось только с третьего раза в прошлом году. Я думала, что я найду, но оказалось, я ошиблась. В одной букве, вместо поискового направления в Павловском районе. Он погиб не в Павловском, он погиб в Павловском районе. Как и ветераны из Бондарского района, только другую семью в Тамбове тоже ждала приятная весть. Александре Ивановне Ледовских поисковый отряд МГА сообщил данные о пропавшем без вести крестном. Сейчас я его, господи, прости, я хоть поминать стал. Я пишу в записку, вот всех пишу, и его стал хоть поминать. А то вообще не было ни в живых, ни в мертвых, нигде никак он. Александр был средним из трех братьев в семье Ухмылиных. И в 1938 году уехал по комсомольской путевке на Дальний Восток. Оттуда он и был призван в войска Советской Армии. В 1942 году Александру Ухмылину было 22 года. До 43-го от него регулярно приходили письма и даже фотографии, рассказывает Александра Ивановна. На одной из них Санек, как ласково его называла мама, запечатлен со своими однополчанами. Войну я не видела еще, но я помню, мне было там 5 лет. И очень ждали почтальона. И приносил писем всякие, конечно, большинство извещения погибели. Смотрю, идет, Паша, а бабушка была на огороде там. И она прям пошла, 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 а то она на огород. Ну и я смотрю, вот, тетя Паша пошла. Ну, сейчас оба-то еще не понимала таких. Вот, смотрю, она дает, значит, бабушке письмо. И смотрю, она, видно, письмо прочитала и упала там на огороде. Да, вот, ну потом это почтальон, тетя Паша привели. И вот она, ой-ой, Санек, Санек погиб. А в 2008 году Александре Ледовских, единственной близкой родственнице пропавшего без вести ветерана, пришло письмо. Уважаемая Александра Ивановна и все близкие воздушного стрелка 999-го штурмового авиаполка сержанта Ухмылина Александра Васильевича. Этой весной поисковыми отрядами МГА, в районе поселка МГА Кировского района Ленинградской области, были обнаружены обломки советского самолета Ил-2. Поисковиками были обнаружены частичные останки экипажа самолета и один лингофон от наушников. По этим данным удалось установить личности погибших авиаторов. По документам Центрального архива Минобороны следовало, что 26 июля 1943 года самолет Ил-2 из состава 999-го штурмового авиаполка 277-й штурмовой авиадивизии 13-й воздушной армии в составе экипажа летчика младшего лейтенанта Умного Михаила Александровича и воздушного стрелка сержанта Ухмылина Александра Васильевича не вернулись с боевого задания, был сбит в районе Синявина. Что такое быть сбитым, знает Александр Николаевич Боднер, участник Великой Отечественной войны, бывший старший штурман полка. За четыре года войны его самолет сбивали дважды. В 44-м году, признается ветеран, он чудом остался жив. Один осколок до сих пор у меня сидит в ноге, ножик у меня перечиненный был, я вынимал их сам, которые были ближе к поверхности, которые глубоко были. Я же не знаю, мне же не видно, что там есть это или нет. А потом, когда приехал партизанский отряд поляков, там был врач, уже врач начал проверять все эти раны, а он тоже не знает, где вынут осколок, а где нет, он ищет. А уже там осколка нету, я уже его вынул. А некоторые, значит, он начал вынимать. Конечно, это очень болезненная операция. Я первый раз в жизни потерял сознание от боли. Несмотря на серьезные раны, Александр Боднер и еще два члена экипажа выжили, а трое, в том числе пилот самолета, погибли. Пройдя такую школу жизни, Александр Николаевич в буквальном смысле стал экспертом в авиации, особенно в военных лет. Ветеран рассказывает, что когда началась война, превосходство, конечно же, было с немецкой стороны. В первые дни войны немцы уничтожили многие тысячи советских самолетов еще на аэродромах. Но к 43-му году, продолжает Александр Боднер, у советской армии появились новые самолеты, штурмовики и истребители, яки и илы. На штурмовом самолете Ил-2 и был сбит крестный Александр Ивановный Ледовских, стрелок штурмового самолета, Санек. Александр Николаевич Боднер рассказал нашей съемочной группе о самолете Ил-2. Это самый такой самолет, который, мне кажется, нанес наибольший ущерб немецко-фашистским войскам. Его даже говорят, почему он горбатый, у него там подвешивается над самолетом кабина. Ну, вроде такой горб. Говорят, почему он горбатый? А потому он горбатый, что он выявил всю тяжесть войны на себе. Он, наоборот, был очень сильно вооружен. Он был вооружен и пулеметами, и пушки у него были, и бомбы он брал под крыльями, и даже эти самые гранатометы какие-то там у него были. Вернувшись в Тамбов, Татьяна Ивановна познакомилась с руководителем поискового отряда «Альтаир» Еленой Валатиной. Долгие годы альтаировцы занимаются поисками и раскопками военных лет. Вот и сейчас отряд находится на очередной вахте памяти в Ленинградской области. Именно Елена Валатиной помогла найти место гибели Пчелинцева Петра. Она же и рассказала, что погиб он не в Павловском районе, а в Паловском, который позже был присоединен к Новогородской области и переименован. Выдала мне такие документы с моими ошибками и подтвердила документально данными из Подольского военного архива. Они были расстреляны в болотах карательным отрядом и пролежали в этих болотах до 1964 года. Это было первое движение поисковое. Раскопками занимался Демянский военкомат, военкомат Новгородской области. И буквально через месяц после таких известий Татьяна Ивановна вместе со своей семьей отправилась на Кузьминское военное захоронение. Это кадры из семейного архива. Здесь захоронены останки их предка Петра Пчелинцева, который, согласно архивным данным, входил в состав 202-й стрелковой дивизии 1317-го полка, которые попали в окружение группировки СС под названием «Мертвая голова». Первоначально бойцы были захоронены среди болот в Глухом лесу. И только в 1964 году поисковые бригады обнаружили останки бойцов в 202-й стрелковой дивизии и перезахоронили в селе Кузьминское Новгородской области. 37 лет слово «патриотизм» выскакивало из моего рта по 45 минут. Я говорила о всех, о всех героях, о погибших, о своего только подразумевала. И вдруг такая гордость, такая радость. Я знаю, где он. Я знаю, что я умру. Я там была. Эта поездка буквально перевернет жизнь нашей героини. Под влиянием мощного эмоционального переживания она напишет не один десяток стихов, искренних и настоящих. Убит, убит, пропал под старой русой. На обелисках ваши имена. И вдоль дорог, и вдоль тропинок узких, и вдоль всей трассы Новгород-Москва. Сейчас семья Татьяны Ивановны готовится вновь отправиться в путешествие до Новгорода. 9 мая в Кузьминском, где захоронены останки деда Петра Пчелинцева, Татьяна Назарова встретится со своим родным братом. И они по-настоящему своим присутствием отдадут дань памяти погибшим в болотах близ Новгорода. А перед отъездом она по старинке зайдет на Воздвиженское кладбище и скажет спасибо. Спасибо вам. За все спасибо. За Родину. За спасенных матерей. За спасенных и нерожденных детей ваших, мальчишки. Низкого кланяюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ День Победы Это день победы С порогом в родах Это праздник Это праздник И воюз на весна Это радость Со цветами на глазах День Победы День Победы День Победы Вот такой сюжет. Вроде бы история частная И не охватывает всего масштабы войны, военных действий и потерь. Но мне кажется, вот из таких маленьких частных историй, собственно, история военная формируется. Михаил Павлович, если можно, первый вопрос к вам. Я понимаю так, что ваша общественная организация сегодня объединяет и участников войны, и участников нынешних боевых действий, я имею ввиду уже послевоенных, и ветеранов вооруженных сил. А велика ли ваша организация? Ну, на сегодня, если говорить, называть цифрами, на территории Тамбовской области проживает 1600 участников Великой Отечественной войны. 1600? Да, 1600. Вот, порядка 4000 участников интернациональных войн, Афганистан и других вооруженных конфликтах, которые были на территории 26 государств в послевоенное время, и ветеранов военной службы. Вот эту категорию мы представляем, мы с ними занимаемся. И вот мы сейчас с вами посмотрели кадры, всегда говорить об этом очень и смотреть очень-очень тяжело. Тамбовская область в годы войны стала местом формирования стратегических резервов. С ее территории было призвано почти 450 тысяч наших земляков. Давайте две цифры сопоставим. За период 1941-1945 призвано почти полмиллиона, 450 тысяч, сегодня действующих в строю фронтовиков 1600. Я хотел бы уточнить, Михаил Михайлович, у вас, я, насколько понимаю, вы человек к военной службе, вот, Михаил Павлович, боевой кадровый офицер в недавнем прошлом. Вы к военной службе имеете отношения весьма отдаленные. Чем вызван интерес вас, как молодого человека, как гражданина, вот, к той тематике, которой вы занимаетесь? Ну, наверное, у меня ведь три прадеда погибли в Великой Отечественной войне. Вот, и вообще, когда я был маленьким, у нас очень большое вообще внимание уделялось празднику 9 мая. Вот, и, наверное, вот эта вот основа, она идет еще с тех времен. То есть все из семьи? Все из семьи, безусловно. Вот. И, соответственно, вообще, я считаю, что 9 мая – это главный праздник страны, это священный праздник, который всех нас объединяет. В двух словах, в чем суть вашего проекта? Значит, проект «Наша общая победа» – это создание видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Вот, он у нас стартовал в 2010 году, вот, и на сегодняшний момент у нас собрано порядком тысячи видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Вот. Ну, какая-то часть уже, к сожалению, ветераны у нас с каждым, наверное, месяцем, годом они уходят, и некоторых ветеранов уже нет живых. То есть, опять же, речь идет, вы не интервьюируете крупных полководцев, их уже, к сожалению, не осталось, командующих фронтов. Это те, кто были младшими офицерами, те, кто были рядовыми этой победы. Так, наверное, получается, да? То есть вот здесь тот видеоархив, который вы формируете, это, опять же, такие приватные истории, которые из всей этой маленькой мозаики представляют маленькие фрагменты. Да. Что удалось сейчас сделать, и о каком объеме вы могли бы сказать? Значит, ну, на сегодняшний момент у нас есть федеральный сайт, вот, это проект всероссийский, соответственно, как бы в каждом субъекте работают ребята-волонтеры, вот. И на сегодняшний момент, если мы возьмем нашу область, порядком 400 видеороликов, они выложены на сайте 41-45.су, вот, и, соответственно, их каждый там общение может посмотреть. Вот, мы сейчас хотим сделать региональный сайт и, соответственно, выложить вот эти вот порядком тысячи видеороликов, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны на этом сайте. Вот, потому что, действительно, истории, когда вот смотришь, они, все истории уникальны. То есть, это глаза, война глазами очевидцев, то есть, война глазами тех людей, которые вот непосредственно воевали, которые шли вперед, там, с криком за Сталина, за победу, вот, и побеждали, побеждали. Ясненько. Ольга Викторовна, мне как-то сложно начать с вами разговор, честно скажу. Я объясню, почему. Вот, здесь нам всю жизнь показали истории, немножко похожие на вашу, но это истории со счастливым концом, скажем так, да? Насколько я понимаю, в вашей истории, в поисках вашего деда, пока точка не поставлена, стоит некое многоточие. Как родилась вообще идея поискать деда и что вам удалось сделать? Для меня, как, наверное, для многих людей моего поколения, победа в Великой Отечественной войне всегда казалась одним большим подвигом всего советского народа. Ну, человек взрослеет, и я, в общем-то, взглядом мои на это в корне пересмотрелась. Я поняла, что война – это подвиг каждого отдельного. Даже вот подняться в атаку, заставить себя подняться в атаку, бежать навстречу смерти, пулям – это уже великий подвиг. Война – это смерти, это грязь, это кровь, это слезы, это то, что противоестественное природе человеческой. И то, что единственное я знала о деде, это вот несколько фотографий двоенных, где он молод и красив. Такие маленькие рассказы бабушки о нем, детские воспоминания скудные отца, когда он после ранения пришел на несколько дней в отпуск. – Ваш дед после ранения? – Да, 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 после ранения на несколько дней пришел в отпуск. Папе было всего лишь 4 года. Он помнит, как это, он говорит, это была зима темная, время суток. Кто-то стучал в окно дома, бабушка обедена. – А где же семья вошла все тогда? – Мой дед, он уроженец села Коноплянка, Инжавинского района Тамбовского области. Тогда это Красивский район, село Коноплянка был, оттуда же он был призван из Красивского района, вооруженный в Советскую армию, оттуда он пошел на фронт. – Тогда еще была Красная армия. – Да, Красная. – Работа крестьянская, Красная армия. – Вот, кстати, здесь у нас с вами оригинальная эмблема, которую носили красноармейцы и командиры. Это подлинная вещь в время Великой Отечественной войны. Прошу прощения, продолжайте, пожалуйста. – И захотелось узнать что-то большее, потому что в какой-то момент я реально поняла, что именно своей жизнью, жизни моего брата, мы ей этой жизнью благодарны, именно этому человеку. И первое, с чего я начала, я отправила запрос в архив Министерства обороны. Это был пятый год, начало 2005 года. Через полгода мне пришел оттуда ответ, что мой дед был, значит, уроженец села Коноплянка, Красивского района, был призван в Советскую армию, Красивском РВК и пропал без вести в апреле 1943 года. Но кроме вот этой вот фразы, такой вот скупой, да, пропал без вести, хотелось узнать что-то большее. Что, какие испытания выпали на его долю вот за эти вот годы. Вот. И в этой же справке говорилось о том, что мой дед Алексей Григорий Карпович, 1911 года рождения, старший сержант, помощник командира взвода 647-го стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии, что он был награжден медалей за отвагой, за отвагу и орденом Ленина. Он награжден орденом Ленина 1 апреля 1943 года. А уже, как бы сказать, идет статистика о том, что он, значит, уже в апреле 1943 года считается пропавшим без вести. И вот, зацепившись вот за эти факты 62-я гвардейская дивизия, я начала свои поиски. Я на секунду вас перерыву. Михаил Павлович, а вот поисковая работа, ваша организация участвует в этом? В качестве консультантов, в качестве экспертов? Ну, наша ветеранская организация в поисковой работе активно участвует. Не только в качестве консультантов. Мы нашим поисковым отрядам ежегодно оказываем ресурсную и информационную поддержку. То есть, помогаем им в средствах, приобретении приборов. А сейчас есть возможность, и мы сейчас вот по результатам наших деятельностей, наших поисковых отрядов, видим, что поиск стал намного эффективнее. Потому что вот приобретение металлоискателей, в том числе глубинных, позволяет вот не просто копать, а копать там, где могут находиться... Целенаправленно. Да, целенаправленно, где могут находиться каски, оружие, боеприпасы и так далее. Все это дает, в общем-то, очень положительный пример. Ну и мы, кроме этого, еще ведем очень большую переписку с архивами, с войсковыми частями. Вот, и вот в этом плане... На ваш взгляд, интерес к... вот от 68-х годовщины уже отмечено, да? Интерес к войне, к людям на войне, он угасает? Возрастает. А чем объясняется это, на ваш взгляд? Вы знаете, сейчас появилась возможность получать более широкий информационный материал. Стало в этом направлении больше открытости. Вот. Получение и приобретение информации. Появились поисковые отряды. С одной стороны, рассекречивание архивов – это один из факторов. Но а что является стимулом для людей? Когда вот такие люди, как Ольга Викторовна, считают своим долгом, что вот из Коноплянки дед должен быть найден в обязательном порядке. Вы как-то объясняете? Вы знаете, я вам просто одну цифру назову. Из тех 450 тысяч, которые были призваны, 250 погибло, и 77 тысяч из них пропало без вести. Поисковики говорят «пало без вести». И я с этим полностью согласен. Не вина солдата, рядового солдата или младшего офицера в том, что его судьба до сих пор неизвестна. Это забота государства в первую очередь. И вот исходя из этого, интерес молодежи в первую очередь, он повышается для деятельности в этом направлении. Я вам даже скажу больше, у нас кроме молодежных отрядов, сейчас на территории области формируются и поисковые отряды, в которые объединяют взрослых. Вот в чем дело. Хорошо, Ольга Викторовна, вы знаете, у меня в вертельной языке очень глупый вопрос. Даст Бог, все получится. Вы найдете по документам в результате переписки место гибели вашего деда. Что это вам даст? Вы знаете, да это много действительно стоит. Как вот в этом сюжете женщина сказала, будет возможность хотя бы раз в жизни приехать и поклониться именно на то место, где вот он погиб, его светлой памяти. Просто очень нужно. Мне сейчас хотелось бы успеть, пока жив мой отец, пока жив его брат, он не здесь, не в Тамбовской области, он далеко, он в Хабаровском крае. Хотя бы успеть это для них сделать. Это очень, ну не знаю, для нас это действительно очень важно. Михаил, вот вы наверняка те материалы, видео, которые вам поступают, которые вы организовываете съемку, вы их наверняка просматриваете. Вот можно сейчас для себя определить, что доминирует в этих рассказах? Как мы шли в атаку? Как мы сидели в окопах? Как было тяжело, как было страшно, как было весело, какая большая победа. Что является доминантой? Ну, здесь сложно говорить о чем-то конкретном, потому что люди, они, как говорят там, кто-то воевал в пехоте, кто-то в артиллерии, кто-то был матросом, кто-то летчиком. Вот, и поэтому здесь каждое, как я уже сказал, каждое воспоминание, оно уникально. Вот, то есть, как это было, как воевали, как шли в наступление, как они отдыхали, как у них складывались отношения с товарищами, как их встречали, значит, на освобожденных территориях. То есть, это вот все есть. То есть, это вот ты смотришь... Скажите, а вот такие бытовые подробности, как была организована доставка боекомплекта, как была организована доставка питания, как эвакуировали раненых с передовой. Эти моменты тоже есть? Да, это все тоже есть. Значит, ну, многие ветераны говорят о том, что первые годы было очень сложно и в плане быта, и вообще в плане вооружения. Вот, то есть, вот ты смотришь и понимаешь, что действительно там оружие они добывали на поле боя. Вот, например, Вокина Илья Ивановича, он был ранен, и он очень подробно это вот, ты просто сейчас об этом вспомнил, подробно рассказал. Вокина Илья Иванович сегодня возглавляет Октябрьскую ветеранскую. С 80-го года он возглавляет, если я не ошибаюсь. Вот, я вот хотел бы прокомментировать, что касается, значит, интереса молодежи. У молодежи интерес, безусловно, есть. Но у нас есть такая проблема, что молодежь, к сожалению, значит, ну, по какой-то причине, не знаю, мало знает о войне. Миш, давайте мы так уж из молодежи лакированную статуэточку не делать. Это та же самая сволочная молодежь устраивает танцы с пивом около Вечного Огня. И когда им делают замечания, они говорят, отхлянь, мы поминаем дедов. Та же самая молодежь золотушная устраивает заезды на шикарных импортных автомобилях к Вечному Огню в Александровский сад. И эта сволота – это тоже молодежь. И я думаю, что сейчас, когда мы благостно говорим об этом, это, наверное, не совсем так. Ведь молодежь у нас тоже разная, я так понимаю в данном случае, понимаете? Поэтому здесь вот есть один момент, и мне очень важно для себя понять, и, наверное, нашим телезрителям. Молодежь ведь разная. Вы работаете с литой молодежи, с теми ребятами, которые обременены такими рудиментами, как совесть, историческая память, уважение к прошлому. Вот насколько этот круг молодых людей и девушек, с которыми вы работаете, широк? Или это какие-то, мягко говоря, белые вороны? На самом деле мы работаем со всей молодежью. Безусловно, есть ребята, которым, наверное, тоже ценности, значимости победы прививались еще в семье, и они понимают эту значимость. Есть молодые люди, которые по каким-то причинам как-то плохо помнят, мало знают о войне. Но эти ребята к нам приходят, они идут на встречу с ветеранами, то есть беседуют с ними, и после этого видят, что человек просто преображается. То есть он говорит, вот это действительно, вот были такие вот события, это действительно. То есть он вовлекается в эту тематику, то есть начинает что-то читать, что-то смотреть, интересуется. Вот, и говорит, давайте я пойду вот еще схожу, там видеоинтервью возьму. Вот, это вот, я считаю, это как раз и есть вот одним из итогов нашего проекта. То есть молодежь сама видит, вот встречается с очевидцами и понимает, это действительно было ужасное событие, и вот люди, которые, сейчас их осталось мало, они дали нам жизнь, они спасли мир. Михаил Павлович, я обращаюсь к вам вот с чем. Есть еще одна проблема, мы, может быть, ведите разговор о частных эпизодах войны, да? И я прекрасно понимаю, что вот Ольга Викторовна занимается святым делом, и дай Бог вам удачи. Я о другом. На ваш взгляд, вот так положа руку на сердце, государство сегодня обращает внимание на проблемы ветеранов не с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения здравоохранения. Мы знаем, воля была проявлена президентом, и, слава Богу, в городах и весях начали строить жилье для ветеранов. Лучше поздно, чем никогда. Пусть это будут гробовые ключи, что называется, они получают, дай Бог им здоровья. Есть поддержка со стороны государства сегодня? Для ветеранских организаций или ветеранов? Нет, для ветеранских организаций. Ну, поддержка такая есть, но, к сожалению, она формируется, вот эта поддержка, в форме предоставления субсидий ветеранским организациям, потому что сегодня строить работу на общественных началах, увы, к сожалению, невозможно. Нет, ну, услуги связи надо оплачивать, наверное, да, интернет нужно оплачивать, за аренду помещения надо платить, за транспорт надо платить. Поэтому деньги еще не отменены у нас. И такие субсидии, да, такие субсидии ветеранских организациям предоставляются. Вот, но, к сожалению, они поздновато приходят, мягко говоря, эти субсидии. Это раз. Нет, ну, давайте мы секретов делать не будем. Мы с вами, как член общественной палаты, неоднократно принимали участие в рассмотрении этих заявок. Заявок, да. И идиотизм государственной помощи заключается в том, что где-то министерство, дай бог памяти, к марту-апрелю раскачается с тем, чтобы объявить торги. Министерство раскачалось. Раскачалось. Раскачалось, да. Раз. Затем пока пройдут необходимые процедуры юридические по сбору заявок, рассмотрения и так далее. В любом случае, дай бог памяти, по прошлому году в октябре поступают деньги, а к середине декабря уже отчитайся. Я так понимаю? В прошлом году деньги поступили раньше, а вот в позапрошлом поздно поступили деньги. Но сейчас вот министерство раскачалось, конкурс объявлен, но итогов пока еще нет. Мы ведем разговор о Минрегионразвитии. То министерство, которое субсидирует деятельность в том числе и ветеранской организации. И еще один момент. И к вам, и к вам, к двум Михаилам. А вот если оглянуться на Европу, там в ряде случаев общественная инициатива проявляется, в том числе и в сборе пожертвований. Вот ваш проект реализуется на государевые деньги, на спонсорские деньги, или просто состоятельные люди скинулись и сказали, Михаил, сделай доброе дело. Наш проект реализуется в основном на спонсорские деньги. То есть то, что мы... Вы убеждаете и вас понимают. Спонсорская помощь, которую получает ваша ветеранская организация, в том числе на поисковую работу. Мы разрабатывали программу благотворительный фонд «Победа». И я вам скажу прямо. Программа коснулась всех муниципальных образований Тамбовской области. Деньги перечисляли все. И самыми дорогими, наверное, для нас поступлениями были средства, которые присылали простые граждане. Это были 100 рублей, 250 тысячи, ну и так далее. Вот за счет этих средств была проведена очень огромная работа по вековечению памяти павших защитников Отечества. Приведены в порядок братские воинские захоронения. У нас их на территории Тамбовской области более 240 тысяч. Я нисколько понимаю, речь идет о той программе, которую курирует первый заместитель председателя Тамбовской областной думы Владимир Николаевич Карев. Немножко не так. А о чем это? Это средства, которые поступали на расчетный счет нашей областной организации. Нет, я имею в виду программа по восстановлению объектов памяти. И туда тоже деньги направлялись, да. Но все-таки основные средства были направлены во все муниципальные образования на косметический ремонт братских воинских захоронений. Косметический ремонт. Ну и поисковая работа эта программа включала. Тоже часть этого. И работа в войсковых частях, пропаганде подвига героев-земляков, частей соединений, которые были сформированы на территории нашей Тамбовской области в годы Великой Отечественной войны. Спасибо. Сейчас секундочку. Ольга Юрьевна, вы сейчас на каком этапе в своем поиске? Вы сказали о том, что вы общались с архивом, получили документы. Вы узнали, что ваш дед был награжден высшей наградой Советского Союза у ордена Ленина. И что теперь дальше? Вот совсем недавно я, опять же, в интернете нашла интереснейшую статью. Статья называлась «Поиск». И эта статья посвящена последним, я так думаю, что действительно последним дням жизни моего деда. Это как раз Харьковская операция. Это март 1943 года. Скажем так, не самая удачная операция. Да, не самая удачная операция. И ряд частей 6-й армии, в которую входила 62-я гвардейская дивизия, оказалась в окружении сильнейших немецких вооруженных сил. И они попали в кольцо в районе Харькова. Чугуева, где вполне возможно... Да, и там даже есть вот место, где же как раз была попад... Вот в кольцо, в центре вот этой карты, кольцо, где как раз 62-я гвардейская дивизия попала в окружение. Именно в 62-й гвардейской дивизии была единственная уцелевшая рация, которая получила информацию о том, что нужно было 15 марта в 22 часа начинать отступление. То есть я понимаю так, что сегодня большего знатока по Харьковской операции, чем вы, найти нам сложно, поскольку все, что возможно, вы почерпнули из книг, из исторических документов, из архивных материалов. Да, но их очень мало, потому что это момент отступления, это окружение. Естественно, я думаю, архивы уничтожались. И это вот именно, что больше литературные источники, воспоминания, мемуары. Вы что-то хотели сказать, Михаил? Я хотел просто немножечко добавить. Вот у нас проект, он получается на спонсорские средства. То есть это транспорт, это какие-то технические затраты. Но огромную роль играет поддержка управления по социальности общественности, администрации Тамбовской области, информационная поддержка общественной палаты. То есть эти рычаги, они действительно важны для нас, потому что выступить перед молодежью, создать какие-то группы волонтерские, это вот играет тоже важную роль. Спасибо. Михаил Павлович, давайте вот в предфинальной части еще раз озвучим Тамбовские цифры. Поправьте меня, если я что-то забыл или не так сказал. 450 тысяч наших земляков в период 1941-1945 года были призваны в Красную Армию. Именно так. 250 тысяч не вернулось. Из этих 250, 77 тысяч пропали, пали без вести. То есть в любом случае мы вспоминаем Суворова, пока не захоронен последний солдат. Да, да. Война не закончилась. Мы вот в данном случае можем оказать помощь, списаться с ветеранской организацией города Харькова и направить своего представителя. Мы вот накануне вот этой беседы уже эти вопросы обговорили. Вот такие обязательства на себя берем, мы их выполним. Ольга Викторовна, только ради этого стоило приходить сегодня на передачу. Друзья мои, я бы в финале хотел рассказать одну приватную историю. Может быть, это не скромно, поскольку речь пойдет о моей семье. Дело в том, что моя бабушка, она полуграмотная, но очень мудрая по-своему женщина. В том селе, где они жили, в Липецкой области, в Типеечной Липецкой области, она считалась вообще ведьмой. И не только потому, что она врачевала людей и животных, не только потому, что я сам видел, как она вправляла быстро вывихи, но и потому, что ей очень повезло. Она отправила на фронт мужа моего деда, трех своих сыновей и старшую дочь. Пять человек ушли на фронт. И все вернулись, покалеченные, израненные, с орденами, с медалями, но все были живы. Ты, Марья Семеновна, заговоренная. Называли ее в селе, за глаза заговоренной, а то и колдунгей. Но я понимаю так, судя по той статистике, которую мы озвучили, судя по той истории, которую вы рассказали, речь идет о том, что, в общем-то, это, наверное, одно из немногих счастливых исключений. Вот с Михаилом мы говорили о том, что уходит поколение. Тысяча шестьсот участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны сегодня в Тамбовской области. Время берет свое. Как сохранить память? Как сохранить уважение? У меня рецепт нет. Но я точно знаю, что у нас, в нашей сегодняшней современной семье, День Победы начинается с загодя. Моя второклассница-внучка дает команду снять со стены багетную раму, где под стеклом ордена и медали моего отца и моей мамы, которые принимали участие на фронте и в тылу. Одновременно с этим я точно знаю, что Соня уже замечательно управляется, вот может раскрутить все эти ордена, она их берет и порошком начинает натирать. Как у нее это получается, здесь, наверное, все видно, как выглядят дедовы ордена. И у нас на самом почетном месте вот такая фотография. Здесь мой отец, Федор Пеньков, старший лейтенант, он в два раза моложе меня, даже в два с лишним раза моложе меня современного. Это снимок 1946 года, сделанный в Германии. Это, кстати, его полевая сумка, которая тоже у нас хранится. А вот это раритетная вещь. Это немецкий фонарь «Даймон», трофейный фонарь, который помогал моему отцу во время ночного форсирования реки в Бобруйской операции. Та самая река Березина, необходима была отправить разведчика, и он корректировал ночную переправку артиллерийских подразделений. Я благодарю вас за участие в сегодняшней программе. Я благодарю за то, что вы делаете для ветеранов и для выковечивания памяти. Особая благодарность вам, Ольге Викторовне, поскольку именно из таких маленьких историй потом складывается все то, что Михаил, надеюсь, у себя на своем сайте все это соберет. И прежде чем завершить программу, я обращусь к нашим телезрителям. Дело в том, что сразу после нашей программы на нашем телеканале выйдет передача, которая расскажет о истинной статистике Великой Отечественной войны. Вот некоторое время назад я раздобыл вот такую карту из российской газеты. Может быть, она совсем хорошо видна. Здесь были примерные данные Министерства обороны о наших захоронениях и потерях на территории европейских и североафриканских, а также азиатских стран. Так вот, сейчас сразу после нас в эфир выйдет уникальная в своем роде программа, которая расскажет с помощью ветеранской организации Министерства обороны об истинных потерях советского народа в той самой большой войне. И из этих маленьких потерь складывалась Великая Победа. Будем ее помнить. Я благодарю вас за внимание, благодарю наших телезрителей. С вами был Владимир Пеньков и программа «Объект внимания». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова